привет с вами как так а это значит что сегодня я вместе с вами узнаю что-то новое сегодня выпуски что такое bird watching как правильно наблюдать за птицами что для этого необходимо и самое главное как хобби может помочь науке настраивайте оборудование пополняйте запасы в кормушках и собирайте рюкзак мы начинаем последние годы набирает популярность такое движение как bird watching это не совсем движение это хобби например в разных городах разных стран мира и россия здесь не исключение организовывают орнитологические экскурсии но это же ведь не просто экскурсии наверняка там есть что-то еще bird watching да это одно из направлений любительской орнитологии она имеет некоторые конкретные рамки потому что bird watcher они стараются собрать как можно большее количество видов и bird watching подразумевает под собой соревновательную такую подоплеку а вообще это направление любительской орнитологии со всеми в принципе вытекающими наши эксперты это не просто ученые а в первую очередь личности со своими увлечениями интересами которые впоследствии перерастают уже в научный интерес и в рамках нашего выпуска особенно интересно узнать как же увлекли нашего эксперта птицы ну это действительно до основе деятельности но вообще как-то выделить с чего все началось достаточно сложно потому что животными я увлекалась сколько себя помню единственная переломный такой момент случился когда 11 лет тому назад я увидела совершенно интересных на тот момент для меня птиц это были крупные чайки до этого момента которых я не встречала вот и они образовали недалеко от моего дома буквально два километра колонию и вот с момента образования колонии образовался мой в принципе интерес к орнитологии вот сейчас эта колония до сих пор существует чайки были хохотуньи вот колония развивается у нее все хорошо вот и в принципе но мое увлечение тоже развивается его тоже вроде бы все хорошо я этот день отчетливо помню причем это был 25 мая у меня задокументировано вот вышла на балкон посмотрела в небо как обычно я еще помню оно было такое характерное майское очень яркое голубое небо и вот увидела буквально нескольких птиц они очень красиво переливались на солнце хохотуньи они крупные белые чайки вот поэтому день действительно отпечатался в голове вот скоро будет 11 лет 25 мая в принципе вот а я помню да как и как это произошло вот из того момента все и пошло и так вы решили что bird watching вам интересен что для этого необходимо нужно ли покупать костюм утки или скачивать на телефон самый лучший альбом в истории соловья что брать с собой в конце концов в принципе наблюдение за птицами ничего особо не нужно кроме глаз и самих птиц вот конечно помогает очень сильно бинокль но сейчас гораздо интереснее птиц именно запечатлеть до сфотографировать потому что потом эти фотографии можно где-то использовать в каких-то публикациях для какой-то общественной деятельности для научной деятельности к тому же не всегда удается определить птицу сходу потому что в принципе изучение птиц это непросто как и любого другого живого объекта и действительно есть те группы птиц которые достаточно сложны в определении и необходимо их более-менее качественно сфотографировать чтобы как раз таки заострить свое внимание при определении на какие-то особенности морфологии вот поэтому бинокль фотоаппарат это в принципе очень хорошая помощь при наблюдении за птицами на начальных этапах помогают определители но определители в принципе помогают всегда даже уже опытным орнитологом которые занимаются там птицами всю свою жизнь все равно случается момент когда ты вынужден обратиться к книжке к определителю вот и вообще совета всем начинающим любителям птиц bird watcher натуралистам это обзавестись нормальным определителем это может быть электронный определитель это может быть бумажная версия с картинками с фотографиями вот но без определителя невозможно научиться различать виды конечно сейчас есть куча совершенно приложений тот же самый популярный достаточно в нашей среде ай натуралист но искусственный интеллект не научит вас определять потому что вы не будете знать на что в принципе смотреть когда вы пытаетесь определить кого угодно драка за спиной так ну вроде бы взяли с собой все самое необходимое бинокль бутерброды осталось только немного подождать и фи момент летел ну пока никого кроме привычных нам уток голубей воробьев я не наблюдаю оно и неудивительно ведь есть птицы за которыми очень сложно наблюдать но это птицы которые ведут скрытный образ жизни это может быть образ жизни связанный с временем суток да то есть это ночные виды там те же самые совы которые в дневное время просто где-то днюют хотя совы в принципе они активно могут охотиться и в дневное время суток вот в целом их активность смещена на сумеречное время потому что глубокую ночь в принципе птицы не вылетают на охоту вот это как раз я уже сказала да те виды чья жизнь связана с какими-то определенными интервалами в рамках суток и те виды которые предпочитают сложные для наблюдения условия среды то есть это различные тростниковые крепи там достаточно сложно наблюдать в них сложно в принципе находиться перемещаться это не безопасно для самих птиц потому что в тростниковых зарослях гнездится огромное количество видов и можно ну банально повредить гнездо кладку птенцов это не самое лучшее занятие вот поэтому действительно есть и виды которые сложны для наблюдения просто в связи с их образом жизни так как мы находимся в центре казани то имеем возможность наблюдать то что есть оно неудивительно ведь у каждой птицы свое время и на самом деле bird watching чем-то похож на рыбалку птиц у разных видов есть свои пики активности если это все усреднить то это утренние часы вечерние часы как правило в обеденное время активность птиц снижается хотя мы вот сейчас с вами сидим у нас там зеленушка малиновка до зарянка она же вот но тем не менее это связано сейчас как бы периодом весна брачный период плюс миграция поэтому в такой сезон действительно наблюдать можно ну круглосуточно ночью можно выйти на тот же самый балкон о котором вы сказали и услышать пролетающих гусей например ночью можно выйти на балкон и услышать как у вас поют зарянки о которых мы уже говорили горе хвостки дрозды и соловьи ну чуть попозже будут вот поэтому время наблюдения когда вы к нему приступаете зависит от того какая обстановка вокруг но усредненно как я уже сказала это утренние часы и вечерние часы мы разобрались с тем когда наблюдать за птицами а вот где тоже важно в казани достаточно мест как в черте города так и за ее пределами а если говорить о том где наблюдать это может быть и балкон действительно я потому что иногда выхожу без абсолютного преувеличения вот в период весны помимо того что у меня летают вышеупомянутые чайки хохотуньи еще и пролетают орла на белохвост и которые в принципе для татарстана несмотря на то что это федеральная красная книга это для татарстана достаточно обычная птица и у нас встречается ну вот в городе в том числе можно увидеть различных чибисов на пролете в том числе не выходя из дома ну вот на своем примере да могу сказать каких-то мелких певчих птиц если говорить про места в казани то во первых стоит понять кого мы хотим увидеть то есть если мы просто хотим увидеть как можно большее количество видов это даже правило которое сейчас скажу она работает не только для условий города в принципе зоны и катона то есть переходные зоны одной одного места обитания к другому месту обитания концентрируют себе достаточно высокое видовое разнообразие орнитофауны здесь примером может служить ну какой-нибудь лес например и открытое пространство вы гораздо больше видов встретите именно в переходной зоне из леса в открытое пространство чем например в самом лесу потому что вот в этой вот смежной зоне соберутся представители и этого места обитания лесного и другого открытого пространства вот поэтому общее правило это посещать если ваша цель не какой-то конкретный вид а в целом видовое разнообразие максимально большое увидеть да то это как раз таки какие-то смежные зоны переходные зоны зоны и катона если говорить какие-то конкретные точки показания то это может быть любой плюс-минус крупный парк парк горького горкинско-метевский лес лес на дубравный лебяжий лесопарк это могут быть те же самые озера кабан верхний нижний средний причем тоже его как бы потенциал видового состава зависит от времени года потому что например зимой на среднем кабане встречается достаточно большое количество водоплавающих зимующих птиц и вот например в этом году у нас зимовали лебеди шипуны у нас встречались морские чернити хохлатые чернити ну кряквы да всем известные в принципе которых которыми не удивить там также отмечалась в этом году на зимовке чемга в прошлые зимы встречалась малая поганка причем до трех особей доходило количество это достаточно редкая водоплавающая птица она не относится к уткам это другая систематическая группа вот поганка образные поэтому в принципе в казани есть места куда прийти и посмотреть птиц поискать их просто зависит от ну вашей цели если это какой-то конкретный вид то нужно отталкиваться от того места обитания которое предпочитает этот конкретный вид часто так бывает что когда мы чем-то увлечены но мы не видим абсолютно никаких преград но в плане bird watching к это так не работает нужно все-таки не забывать что это мы пришли в гости к птицам действительно снизить беспокойство это первая вообще степенная цель которая должна быть у человека который идет наблюдать за живой природой за животными в целом не только за птицами а сейчас к сожалению с ростом популярности bird watching а и такого быстрого потребления информации можно очень легко иллюзорно быстро стать профессионалом ошибочно вот а для того чтобы наблюдать и не беспокоить нужно изучать особенности жизни птиц изучать их повадки понимать что например этот голос который издает птицы это брачная песня а вот этот голос это позывка тревоги вот поэтому конечно в первую очередь нужно изучать именно особенности поведения птиц чтобы правильно интерпретировать наблюдаемое если вы идете скажем по пляжу песчаному и видите какого-нибудь малого зуйка это такой небольшой кулик который бежит перед вами хромает расправляет крылья это он не танцует ну просто многие считают что ой птичка танцует птичка позирует это не так птичка пытается всеми способами отвести вас от гнезда от кладки от птенцов вот если вы такое видите не надо мучить птицу уйдите с места причем уйдите очень внимательно потому что малый зуякиф и в принципе наземно гнезящиеся птицы они имеют такое на покровительственную окраску кладки и птенцов и очень легко на них наступить поэтому если вы увидели какое-то странное поведение которое вас умиляет кажется вам что птица позирует или как-то проявляет к вам свой интерес скорее всего с вероятностью 99 процентов птица беспокоится и место нужно покинуть и покинуть причем внимательно как я уже сказала чтобы не раздавить тех же самых птенцов или кладку наш проект очень любит птиц и у нас уже есть несколько готовых выпусков вы их кстати можете посмотреть которые посвящены пернатам и в них очень часто проскальзывает следующая мысль увидел какую-то необычную птицу сообщил ученому а так как bird watching это наблюдение за птицами то ведь она же тоже может как-то быть полезным и ученым гражданская орнитология и натуралисты которые не являются профессионалами они приносят пользу науки просто потому что их много и они могут покрыть даже со своими наблюдениями большие территории так как их просто больше по сравнению с профессиональными орнитологами в нашем случае поэтому данные от орнит орнитологов любителей стоит передавать профессионалам для того чтобы например отследить динамику изменения видового состава региона численности птиц зарегистрировать какие-то новые виды это все полезно это помогает развивать орнитологию как науку а если говорить например про сов о которых вы упомянули то на сегодняшний день на момент записи интервью у нас все совы которые встречаются на территории республики татарстан занесены в красную книгу нашего региона вот поэтому действительно их встречи стоит встречи с ними стоит ну передавать специалистам конечно у нас достаточно высокая численность например уральская наш длинохвостые неясыте у нас достаточно высокая численность ушастий совы но тем не менее на сегодняшний день это все краснокнижные виды и но за которыми стоит следить и если вы увидели сову до упомянутую как пример то действительно стоит передать эту информацию какими-то способами это может быть вы лично знаете кого-то либо есть тот же самый натуралист который собирает карту встреч и этот портал действительно ну мониторит специалисты и выгружают оттуда свои какие-то интересные интересные для себя данные наблюдения других натуралистов я уверена в том что наблюдая за птицами мы можем обнаружить массу всего интересного как минимум то что не видели никогда ранее и в связи с этим возникает вопрос а что там у них интересного то происходит но на самом деле вот каждый выход за пределы своей бетонной коробочки сопровождается тем что можно увидеть что-то интересное и в принципе наблюдать за жизнью животных это очень интересно не бывает два похожих случая взаимодействие а я не знаю внутри пары это очень интересно взаимодействие конкурирующих видов это тоже очень интересно если говорить про какие-то случаи возвращаясь к орланам белохвостом каждую осень я приезжаю на куйбышевская водохранилище в одно и то же место там очень высокая концентрация орланов белохвостов это моногамные птицы то есть они пару создают на длительный период времени и там на отмелях сидела пара взрослых орланов и было очень интересно следить за тем как они взаимодействуют друг с другом как они перекликаются как они трутся головами как они синхронно взлетают подпрыгивают играют это но это очень интересно и ты видишь несмотря на то что отсутствует половой диморфизм у них да то есть внешне отличие самца от самки можно понять где самец где самка ну плюс они отличаются в размеры до самка крупнее чем самец у хищных птиц вот и очень вот было интересно как раз таки наблюдать за тем как взаимодействие происходит внутри пары вне гнездовой период интересно наблюдать вот эту некую гонку вооружений хищник жертва например да как одна птица пытается уйти от преследования а другая пытается все-таки и и поймать это тоже всегда это очень интересно и как бы в этот момент ты начинаешь испытывать такой некоторый противоречие да за кого болеть условно говоря за жертву которая хочет жить и спастись или за птицу хищника который хочет есть и существовать хорошо и качественно вот если говорить про просто какие-то встречи с видами необычными вот буквально вчера ездила на кабан пролетела скопа это достаточно редкий даже очень редкий для нашего региона в частности и для среднего по волжье в целом вид облигатных теофак то есть питается исключительно рыбой это была первая моя встреча с ней и вот было очень конечно приятно неожиданно с учетом того что я два года до этого искала вот не могла найти а здесь я приехала на мне прилетела мимо еще голос подала вот было конечно интересно интересно всегда встречать какие-то нетипичные для нашей для нашего региона виды в двадцатом или в двадцать первом году например была встреча с гагой гребенушка у меня это тоже нетипичный для нас совершенно представитель миграционные пути у нее проходят огибает наш регион вот если она не проникает на континент при миграции это тундровый вид водоплавающая птица вот вот в общем есть достаточно много всяких интересных историй интересных видов зафиксировано мистер птица как у вас дела все хорошо все нормально чем питались как спали а у вас как дела тоже все хорошо супер а как дела у других ваших сограждан птиц в городах вот в казани частности так скажем динамично где-то плохо где-то хорошо какие-то виды процветают какие-то виды приспосабливаются к вот этому вот темпу урбанизации какие-то виды наоборот страдают и их город вытесняет много птиц различных видов страдает в период миграции например потому что особенно в период осенней миграции при столкновении со зданиями это очень актуальная проблема это не только проблема казани татарстана россии это в принципе мировая такая тенденция к тому что большое количество птиц погибает при столкновении со зданиями особенно с учетом моды на строительство зеркальных зданий с зеркальными фасадами это конечно играет очень большую роль такую негативную до лимитирующую для многих видов какие-то птицы уходят с привычных мест обитания просто потому что эту территорию решили благоустроить благоустроить неграмотно забетонировать засадить все газоном снижается видовое разнообразие снижение видового разнообразия в целом ни к чему хорошему не приводит и конечно страдают и птицы в этом если брать какие-то отдельные наши локации до в городе то где-то действительно мы видим рост численности или даже рост видового разнообразия тот же самый кабан уже упомянутый нами например в прошлом году мне там довелось видеть малую выпь он же волчок близкий родственник цапель цапли серый знакомый в принципе многим птичка достаточно скрытная но вот то ту среду которую создали на нижнем кабанет что появились заросли прибрежной растительности это благоприятно сказалось на малые выпьи и птицы там размножается уже по всей видимости не первый год но вот мне довелось ее встретить только вот в прошлом году прошлом летом нашим городе много любителей птиц а для тех кто в них еще не разбирается но хочет начать создан проект орнитологическая тропа где каждый желающий может ознакомиться с инфостендом где окажет птиц поподробнее написано чем еще полезно подобного рода проекты вообще подобные проекты как орнитологическая тропа на озере кабан можно реализовывать в любом городе это будет полезно вопрос в том если место где в городе где реализовывать этот проект у меня это был вообще первый опыт работы в подобной сфере я как раз таки занималась ну то есть определение маршрута до где он будет проходить в рамках а тех установленных критериев до которые мне предоставили наполнением контента вот что касается того насколько полезны такие проекты для птиц но конечно прямую пользу создание орнитологической тропы на озере кабан для птицы это не приносит но это может косвенно повлиять потом в дальнейшем в перспективе что сначала мы рассказали людям о том какие виды встречаются да люди заинтересовались пошли почитали об этом потом например случилась какая-то кризис кризисная ситуация человек осведомлен и он не останется равнодушным то есть вот в такой перспективе на мой взгляд это очень полезные проекты и их стоит реализовывать но конечно стоит это делать грамотно привлекая специалистов какие-то я не знаю слушая мнение разные в ходе дискуссии приходить какой-то какому-то правилу до создания маршрута на конкретной территории казань сильно изменилась за последние несколько десятков лет появились новые парки скверы были построены новые здания и новые дороги город в целом стал лучше и удобнее для горожан но стал ли он удобнее для других его обитателей чтобы сделать город лучше для птиц нужно перестать его бетонировать нужно сажать больше растительности причем разнообразная растительность не нужно закатывать все в моновидовые какие-то посадки везде растилать газоны да то есть создавать как можно больше разнообразных условий среды это повысит в принципе шансы на заселяемость то ли того или иного места какими-то видами поэтому нужно как-то ну придерживаться балансу вот этой природной составляющей в урбанизированной среде и тогда птицы ну будут себя плюс-минус хорошо чувствовать в развивающихся или развитых уже городах я очень люблю гулять на природе и к сожалению в современном темпо ритме жизни не всегда есть возможность выбраться куда-то за город поэтому мы отправляемся в парке и скверы где имеем возможность наблюдать не только за прекрасными растениями но и за местными обитателями и как мне показалось bird watching это отличная возможность узнать чуточку больше об окружающем нас мире кстати а вдруг он полезен чем-то еще наблюдение за птицами вообще любовь к природе мне кажется она вырабатывает такие черты характер как терпение терпеливость наблюдательность усидчивость внимательность это очень полезно плюс очень полезно для психики просто после каких-то я не знаю нервных стрессовых ситуаций уйти в поля походить поискать птиц кого-то найти ты в любом случае кого-то найдешь даже каких-то типичных до видов которые тебя вроде бы не удивляют но все равно каждый раз встреча задала даже с теми самыми голубями может быть интересной поэтому это ну развивает какое-то наверное и чувство прекрасного может быть в какой-то степени да потому что ты видишь какие-то такие вещи которые ну может быть не видят кто-то другой да какие-то тонкие взаимосвязи видов друг с другом там даже не в рамках одной систематической группы или не только взаимосвязи птицы с птицей но и взаимосвязи птицы со средой и другими животными и растениями которые населяют это место обитания на этом наш выпуск завершён большое спасибо что посмотрели его где-то здесь как всегда ссылки на наши социальные сети где вы что можете сделать правильно написать комментарии предложить тему задать какой-то вопрос спасибо до новых встреч пока пока тему и и и